Да, парни, всем большой привет. Сегодня будет видеоролик такой мотивационный, никакой информации технической, чисто расскажу свою маленькую историю, именно связанную, скажем, условно с 3D печатью. Покажу некоторые моменты, с чего я начинал, как я до этого дошел, или докатился, скажем так. Какие страхи были, почему за это не брался и, собственно, что меня вообще в этом всем пугало. Начнем сейчас про 3D печать. Это, вот, сейчас мой, скажем так, очередной конек, к которому подошел. Конек заключается в том, что, в принципе, сейчас сам проектирую, моделирую, создаю какие-то проекты. К этому шел порядка где-то 5 лет, очень долго. Все очень смущало, все очень сильно пугало, очень сильно боялся за это браться. Есть такие моменты, потому что оно не без этого. Да, давайте поговорим, наверное, о страхах, которые возникали в какой-то определенный период времени. Это страхи изучения нового программного обеспечения. Да, это что-то новое, что-то сложное, где-то надо брать, каким-то образом устанавливать, где-то скачивать, либо покупать. Это снова изучение, это разбирательство в новых направлениях, собственно, и надо изучать какие-то определенные подключения интернета, IT. То есть нужно изучать и на программирование, что прям очень сильно напрягало на тот момент. И единственным выходом из положения это было приобрести себе какой-то первый принтер. Для начала, как вы помните, я показывал, наверное, на канале своем это Kingroom KP3S. И то этот принтер был куплен чисто ошибочно по причине того, что компания Quidi, аналогичный принтер такой же, Quidi X Plus, отправили с большой задержкой. Вот. И пока он нашел, я взял альтернативу KP3S. Да, именно KP3S. На тот момент он пришел очень быстро, там, по-моему, в течение недели запустился на нем и начал работать. Наверное, самым первым выбором для меня стал принтер, который должен был сочетать себе все нюансы, как вы часто любят подписчики, говорят такие. Нужен станок, нужен лазерный маркиратор, чтобы было все в одном, чтобы он резал, кровил, металл, дерево, фанеру, пластики. Ну, все-все-все прям полностью. Да, я тоже об этом мечтал когда-то в свое время, чтобы принтер делал все, но при этом был максимально простой эксплуатации в использовании. И, соответственно, я остановился на принтере, который будет сочетать себе все возможное. Да, много читал про то, что если на тот момент были принтеры системы подачи того же самого филамента, система Bolden, это система подачи через фидер без какого-то тут мотора, то есть было где-то в стороне находилось. Минусом это длинная протяжка, то есть давление все время нашего филамента, ну, собственно, это создавали некоторые сложности. Вот. Много читал про то, что хреновые принтеры, которые там на роликах, ролики эти все время загрязняются, заедают, закусывают. Ну, да, есть такой у меня сейчас ролики, они здесь уже такие продавленные в этом плане. И решил искать что-то универсальное, универсальное, чтобы было на рельсах, чтобы был директор, чтобы был компактный, маленький, но при этом печатал, скажем, такое адекватное рабочее поле, чтобы он был недорогой и универсальный. Повезло, попался вот такой вот Канинрун КП-3С принтер, приобрел его и, опять же, ну, из практики, скажем так, начинающего чайника вся была печать именно взятая где-то с интернета. Да, очень сильно выручал на тот момент это у нас сайт Тингиверст, или как так называется. Собственно, есть куча 3D-моделей, которые можно просто брать, как-то ставить их там в программе, опять же, Кура Ультимейкер и подавать уже на печать. Вот таким образом я пропечатал детские игрушки, какие-то простенькие макетики, создавая в том же самом арткаме. Арткам, по-моему, простая программа, которая создает просто вот вертикальные 3D-модели простейшие. Соответственно, опять же, отработав три года, очередной раз меня подвигла идея вернуться к 3D-печати, все-таки учить программы, заниматься. И тут очередной раз я сидел вот буквально неделю, корчился от боли того, что надо снова изучать программное обеспечение, надо снова заниматься развитием. И вот эта тема, наверное, мне, скорее всего, очень сильно сейчас опять мотивирует, скажем так, активизирует мозг на дальнейшее движение. Сейчас я понимаю, что любое движение вперед, оно не дает нам, скажем, деградировать в этом плане. Давайте заглянем в коробочку. У нас происходит уже тут три дня печать, не останавливаясь. Ну, касаемо, опять же, проектирования, одни из простых вещей, сделанные в программе SolidWorks. Это заказали знакомые у меня такие вещи, сделать клинушки переходные под видеокамеру. По-моему, просто, да, единственное, самое главное, это обнести правильно, то есть размеры, разнести размеры. И все, деталь готова, отправляешь на печать, сложности, на самом деле, не возникает. Да, понимаю, что кажется, все легко и просто, можно было бы сделать то же самое в WordCam, по сути, опять же, но не к этому. Первый из напечатанных вещей, либо сделанных, вот такие вот конусы, они нам сейчас востребованы из углепластика. Опять же, это идет у нас именно полиамид, то есть тот же самый нейлон. Вот, печатается, по-моему, все идеально, все просто. Создается, опять же, проект тоже все очень просто, то есть сложности в этом не вижу. Но если считать, что это, в принципе, легкая модель, у которой здесь есть фаски, переходы, габариты, толщины, то давайте рассмотрим еще одни варианты интересные. Это вот такие вот необычные камеры, ну вот, с раструбами здесь, с выходами. Соответственно, печатать происходило вот в таком состоянии. Угол здесь у нас равен 45. Так, давайте берем, если мы берем отверх, то 45 плюс у нас тут 60 градусов угол отклонения. Нет, вру, было так, 180, 90, да, 60 градусов. То есть 60 градусов угол отклонения, при том, при всем, при этом все напечаталось без косяков, без ничего. Вот такой вот интересный раструб. Опять же, если мы исключаем этот раструб, смотрим второй вариант. Сложные детали. Отдельное устройство, специально здесь подачи, переходом, затворами специальными здесь. Вот. И самое, что интересно, опять же, две разных детали, которые, в принципе, состыковываются неплохо между собой. И самая фишка в том, что когда вы сидите и думаете, что я с этим не справлюсь, вы себя очередной раз просто загоняете. Либо просто вы ленивые, не хотите заниматься изучением данной тематики, либо вы просто максимально хотите ничего не делать. Ну, такие тоже есть люди. Вот. И если у вас все-таки есть страх того, что вы не справитесь, исключайте этот страх, просто берите и занимайтесь. Опять же, касаемо видеороликов в YouTube, все, что здесь сделано, я просто посмотрел, как делается та или иная вещь в Solidworks. А видеороликов их сейчас очень-очень много. И, собственно, повторил ту же самую историю. Опыт работы в Solidworks на данный момент составляет порядка пяти дней всего лишь. Скажем так, воскресенье, понедельник, вторник. И у нас сегодня среда. Четыре дня всего лишь. Всего лишь четыре дня. Вот. И за эти четыре дня, в принципе, есть уже четкое понимание создания 3D-моделей. Да, непрофессиональное, согласен. Может где-то делать немножко кривовато. Может где-то допускать какие-то ошибки определенные на начальном этапе. Что не свойственно, скажем так, профессионалам. Но это мотивация для тех, кто планирует начать заниматься 3D-печатью. Давайте, что у вас еще есть такие модельки. Такая есть моделька тоже интересная. Это все компонуется в одно изделие. Такие вещи. То есть, собственно, опять же, я в этом не вижу сложности. Опять же, печати. Если у вас есть огромное желание, начать этим заниматься. То есть, создание, работа, проектирование. Ну и, соответственно, коротко про SolidWorks. На самом деле, сложностей здесь никаких не вижу. Программа считается профессиональной. Проекты все создаются легко. Ну, опять же, должно быть четкое базовое понимание, как это все делается. Я не собираюсь никого учить работе в SolidWorks. Я в ней просто, ну, прям, полнейший чайник. То есть, максимум, что могу сделать, это такие простые вещи. Либо, давайте, создадим или откроем, открыть. Откроем сборка. Открыть, так. То есть, да, вот у меня ошибки вылетают, потому что есть в некоторых макетах здесь допущенные косяки в шаблонах. Но суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, все эти проекты были созданы в течение двух дней, там, трех максимум. Вот. Опять же, свободно от основы работы время. Вот. И, соответственно, опять же, то есть, все это было сделано, скажем так, на коленках, с легким пониманием. Вечером час мы изучали видеоролики SolidWorks. Почему говорю мы? Потому что лежал я, лежали дети рядом, смотрели, где-то, что-то смотрю про SolidWorks, как это все делается. И утром один час во время завтрака я смотрел уроки по SolidWorks от разных блогеров. И вот спустя, скажем там, несколько часов пошли запускаться проекты по моделям. Та же самая история возникает подписчикам, которые пытаются разобраться в работе ESCADA. Потому что, ну, даже для примера, сейчас у нас делался проектик небольшой, и все говорят, типа, вот тут сложности работы с ESCADA. На самом деле, после SolidWorks у вас больше не будет проблем работы с ESCADA, потому что все, что делается в ESCADA алгоритмы, они на самом деле максимально просты, в отличие от SolidWorks. Тут такой же принцип работы, как в ESCADA. Если вкратце их смотреть, мы можем создать любой проект. Опять же, в этом проекте здесь все полностью прописано. Какую вы используете сторону, какие расположения осей Y и X спереди. Если опять же мы здесь создаем какой-нибудь там эскиз, ну, либо наш проект, либо опять же вы рисуете здесь ваш макет. Опять же, макеты рисуются максимально просто. И здесь настолько визуализация простейшая, что не надо заниматься вырезкой, есть ножницы. Можете зайти отрезать лишние вещи, сделать так, и у вас это все объединяется автоматически. То есть, я считаю, что SolidWorks это максимально простейшая программа, в которой, если вы научитесь работать, либо, скажем, научитесь создавать, моделировать 3D-модели, вот, то у вас, ну, в жизни проблем с ESCADA уже больше не будет. То есть, понятие моделирования 2D-моделей, вот, станет во много раз проще. Вот такой вот мотивационный видеоролик для большинства из вас. Повторюсь еще раз, если возникают вопросы по ESCADA, рекомендую просто не заморачиваться, не забывайте себе голову, зайдите в YouTube. Есть много снятых видеороликов на моем канале, которые, ну, есть смысл смотреть, изучать, повторять. Есть видеороликов на других каналах целую кучу, то есть, которые можно изучить. Поэтому, если планируете начинать работать в ESCADA либо с маркерами, либо с граверами, здесь, на самом деле, сложности нет. Здесь простые элементарные модели, макеты, которые вы просто формируете в заливку определенным форматом, шаблоном, то есть, и получаете результат гравировки. Здесь все наглядно понятно, видно визуально, параметры также с этим все понятны и идете в работу. Кто, еще раз повторить, боится, бояться не надо. Бояться – это мотивация вашей лени. То есть, вы себя мотивируете на то, чтобы ничего не делать. То есть, вы говорите, я вот ленивый, я боюсь, я делать ничего не буду. Надеюсь, поднял духу большинства из вас, потому что в тысячу раз работая здесь, буквально четыре дня осознаешь, что деменция отступает в обратную сторону. У тебя мозги, наоборот, начинают снова развиваться, снова ты начинаешь раскачиваться на какие-то новые проекты, идеи. И когда тебе приходят знакомые, говорят, типа, сделай вот такую плашечку, допустим. Ты понимаешь, что это вот так вот сделал. Поднял, выдавил, вырезы сделал, отступы, и у тебя все получается. Если не получается, зашел в YouTube, буквально пять минут после этого видеоролика других, скажем так, пользователей, блогеров, и у тебя сто процентов все получится. Поэтому еще раз не унывайте, запускайтесь. Всем, как говорится, побольше добра, бабла, хорошего развития. Всем пока-пока.